Химический ожог от детских влажных салфеток известного производителя. Жительница столицы собирается подавать в суд на один из магазинов Дикси. Она уверяет, что на прилавках сетевика продавалось контрафактные средства гигиены, которые чуть не искалечили ее полугодовалого ребенка. Педиатры пока делают только предположения. Молодая мама пишет заявление во все инстанции, а вот представители магазина отреагировали только после появления нашей съемочной группы. Все подробности этой истории Веры Морозовой. Кремы от ожогов и мази от аллергии. Такие лечебные процедуры шестимесячная Рита терпит по нескольку раз в день. Изначально она плакала, истерики у нее были. Сейчас у нас уже все спало, уже не так плачет. Галина купила в магазине влажные детские салфетки. Вот только реакция на кожу ребенка оказалась шокирующей даже для врачей. Врач нам сказал, что это очень сильно похоже на химический ожог. Нам выдали справочку, но написали, правда, аллергический дерматит. Мне единственное сказали, что это может дальше пойти, то есть это может пойти в организм. И неизвестно, что будет еще с ребенком. Уже потом девушка обнаружила, на упаковке нет и следа от даты изготовления. Я подозреваю магазин в том, что они все-таки приобрели левый товар. Мы пришли в магазин, на что нам сказали, что это не наш, то есть вина, это вина производителя. Однако сам производитель гигиенических товаров для детей об инциденте узнал только от нас. Надеюсь, что девушка уже обратилась к врачу и ребенку была оказана необходимая помощь. Если говорить о вероятных причинах произошедшего, то довольно трудно делать какие-либо выводы. Не зная деталей, возможно, это было вызвано какими-то другими причинами. Влажные салфетки памперс соответствуют требованиям безопасности, предъявленными законодательством таможенного союза, а также внутренним стандартам компании «Проктренгэмбл». Отправляемся в тот самый магазин и инспектируем прилавки с детскими салфетками. Здесь уже на этих срок годности есть. Да, на всех. И здесь тоже есть. А вам, видимо, повезло очень. Да, нам очень повезло. Девушка, которая представилась заместителем управляющего, заявила, что товары без срока годности в их магазине появиться просто не могли. Я сама их лично выставляла. Правда, Галине предложили вернуть деньги или заменить товар, но на такие условия молодая мама не согласилась. Я ребенку покупаю лекарства, я ребенку, у меня ребенок мучается. Тогда просим у руководителя магазина показать сертификат соответствия на товар, но его не могут найти даже полтора часа спустя. Сказали, что сертификат соответствия придет нам попозже, но когда точно не уточнение. Конечно, это неправомерно. Хотя бы в копиях они должны храниться у полномоченной организации, в данном случае у продавца. Ибо должно быть предъявлено по первому требованию у покупателя. Вызываем полицию. Прямо в магазине Галина пишет сразу несколько заявлений, в том числе и Роспотребнадзор, чтобы те провели проверку. Только после этого управляющая магазина пошла навстречу и предложила покупательнице провести экспертизу. Методом исключений с каждой партии будут брать конкретную упаковку салфеток и будут отправлять на экспертизу. Наш телеканал также передал эту самую спорную упаковку салфеток независимым экспертам, у которых, кстати говоря, уже по внешнему виду возникли вопросы. Здесь на отцвет видно, что что-то были, какие-то надписи. Здесь же никаких следов, ничего. То есть здесь абсолютно ровный пластик. В том числе эксперт не исключает, что салфетки могли неправильно хранить в самом магазине. При неправильных условиях хранения ее срок годности, понятное дело, истек гораздо быстрее, потому что появились те вещества, которые не предполагались производителям, и уже они могли нанести вред здоровью ребенку. Экспертизу обещали сделать в кратчайшие сроки. И как только результаты будут готовы, Галина прямиком отправится в суд. Вера Морозова, Игорь Алавердов, Александра Тарасова. Новости 360.